Елена Боголюбова, мать больного ребенка, которая днем ранее была задержана на почте при получении посылки с лекарством Фризиум, не смогла подтвердить законность покупки. Об этом заявили в федеральной таможенной службе. По словам представителя ведомства, мать смогла предоставить только рекомендацию от врачей. Экспертиза показала, что лекарство содержит вещество клобазам. В России препарат не зарегистрирован. «У нас для наркотиков в стране границы практически открыты. Вместо какой-то борьбы по противодействию каналам поставки наркотиков или каким-то серьезным выявлением организованных преступных групп, на чем, как у нас министр МВД говорит, сосредоточены основные усилия МВД, в действительности занимаются очковтирательством, имитируют борьбу с наркотиками, ловя людей, которые никакой общественной опасности и их действий не представляют». В прошлом году в похожей ситуации оказалась Екатерина Конова. Женщина была вынуждена продать остатки диазепама, которые она купила для тяжелобольного сына. Во время встречи с покупателем ее задержали. «Я была вынуждена приобрести для пробы микроклизма, содержащую диазепам. В России диазепам имеет психотропное вещество, и в связи с этим мне грозило от 4 до 8 лет тюрьмы». Год назад мы объединились с мамами со всей России и написали лекарства, которых мы нуждаемся, которые постоянно мы покупаем для лечения, для обезболивания своих детей. И мы были уверены, что нас услышат, что нам смогут помочь. Нам пообещали, что нам помогут, но, к сожалению, за этот год ничего не изменилось». Задержание Боголюбовой прокомментировали в Кремле. Понятно, когда речь идет о каких-то злоупотреблениях, но в данном случае речь идет о матери больного ребенка. Конечно, это вызывает серьезную беспокоенность, заявил Дмитрий Песков, добавив, что ситуация разрешена частично, потому что уголовное дело остается. В прошлый месяц и президент фонда Вера Нюта Федермейсер спросила Путина о декриминализации приобретения и хранения наркотических и психотропных веществ для медиков, работающих с палиативными пациентами. Президент на это ответил, что нужна система отчетности и фиксация оборота наркотических средств при такого рода помощи.